доброго времени суток вас приветствует канал белорусское пчеловодство и сегодня мы снимем видео о запуске нашего аппарата для кипячения воды и приготовления сахарного сиропа приготовления сахарного сиропа значит будем проводить первый пуск от винта абдулла под абдулла поджигай на форму уже смотрели небольшой нас сегодня хотя уже август месяц пока будет будет набираться вода уже начали готовить нашу печку подождем наполняется вода дальше расскажем про насос да что там воздух спускать да 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 ну вот все ожидайте пускай наполняется джигай пап детище твое поджигай горелка с пьезоподжигом это удобно разжигать и дымарь открутива в газ о первый поздрав нашей установки останется сделать дверку о как моментально разгорается образа и палки сухих палок все пошло хватит пап теперь будем смотреть за сколько она закипит продолжаем снимать наше видео по приготовлению сахарного сиропа на нашей линии вот уже вода закипела такой пар стол пара из крышечки открытой здесь ну и в принципе расскажу немного по вопросам которые задавали нам на канале значит кран подключен здесь правильно и идет вода поступает из бочки нагрев который мы нагреваем воду в бочки в которых мы замешиваем сироп с помощью насоса мы ни в коем случае не гоняем этот насос предназначен только для перекачки воды из бочки кипячения в бочки для замешивания сахарного сиропа насос подключен правильным образом стрелочку мы видим и инструкцию читаем вот стрелочка вот подача мы в прошлом видео предыдущем ролике своем наглядно просто перевернули показали что у нас магистрали стоит насос и он как бы работает что касается по поводу демонтажа насоса на зиму принципе мы его демонтируем на каждые выходные то есть мы заработаем только на выходных и демонтируем насос только на выходные получать ну на каждые выходные получается горячая немножко муфта что касается демонтажа то все достаточно просто горячая проверяли мы зажатые свои резинки еще вода сейчас течет вода лишние лишние американки здесь дополнительно устанавливать никакие не нужно все здесь предусмотрено на насосе таким образом чтобы его можно было снять и и ну уже весь снимать не будем вот оно видно вот оно все уплотнительное кольцо вот она это американка которая это уже идет насосе с этим комплектом точно так же и с этой стороны откручивается это эта гайка и снимается насос демонтируется в течение там двух минут то же самое сжимается от руки не надо от руки да не надо ни ключами никакими ничего жать не надо то есть не менее довольно мягкая если пережать то возможны течи то есть условно зажали рукой чуть поджали открыли все покажи что кран открыт течи никакой нету не наблюдается что касается замера воды конечно ну пока что линия наша несовершенна но в следующем году конечно будем совершенствовать ее в этом году сахар мы перемешиваем опять же повторюсь перекачиваем скипяченную воду в бочке для приготовления сахарного сиропа что касается перемешивания в этом году мы конечно ну декларировали что будем мы перемешивать компрессором и воздухом но попробовали перемешивание долг долго осуществляется быстрее взять обычное весло и перемешать там палкой веслом какие-нибудь без разницы опять что касается по измерению объема воды первый раз когда мы сделали нашу бочку экспериментально 67 литров на 100 килограмм померили сколько это в бочке будет сделали вот такой вот рисуночек на палке нашей и условно чисто визуально определяем объем воды который нам нужно закачать бочку но это я говорю это пока что все экспериментально это первый год линию будем доводить до ума ну пока что здесь все экспериментально видите это дверь старая на которой стоят наши бочки для перемешивания ну и вот так вот будем сейчас мы это все делать андрей сейчас наведет на меня камеру включат водичку подачу воды сейчас открыто здесь у нас еще идет вода на подачу на душ теплая вода и на вторую бочку вот здесь оставлялась место специально здесь будет установлена третья бочка опять завоздушиваешь наверное надо в инструкции написано что кран при каждом завоздушивании системы нужно специально развод развоздушить то есть нужно открутить вот эту вот гаечку сейчас подожди камеру тут вот воздух вот вот видно воздух выходит и сразу лучше пошла вода сейчас выйдет лишний воздух из развоздушенной этой линии завоздушенной и на включенном насосе закручиваем закручиваем и все то есть именно все это сделать на включенном насосе нужно чтобы насос качал вот наш напор в принципе это напор небольшой насос небольшой производительности так но это не ведрами цехать условно то есть это мы сунули в розетку выбираем опять же все о несовершенстве будем делать обязательно выключатель то есть ну пока что этот год это экспериментально все делается потому что ну все будет совсем по другому здесь у нас подняться здесь она не будет стоять я буду стоять он же намного быстрее оперативнее приготовленней я просто показываю как это все сделаем как мы все осуществляем вот наша метка вот наша палка да условно мы вставляем вниз ну видим еще половинка воды набралось только, но пока что в этом году так, тут мы уже всякие идеи у нас возникали по поводу измерения воды, чтобы не лазить не это сюда не смотреть, ну может бочкой сделаем отверстие, проведем какую-то трубку полиэтиленовую, то есть ну внизу сделаем отверстие, да Андрей? Ну будем смотреть по следующему году в этом году уже пока что так экспериментально, все по-быстрому ну сегодня у нас 17 сентября мы в последний раз кормим то есть это уже контрольное это уже контрольное закармливание, да, то есть кому надо кому не надо, то есть приготовим, поэтому нам нужно было в августе месяце оперативно сделать не брать на пуп не тягать, не носить пока что не решен вопрос еще с подачей сахара, опять же будем тоже решать, мы как-то какой-то типа апеллифта сделаем, что-то такого чтобы можно было поставить мешок, вывернуть сюда 67 литров воды это нам нужно для приготовления сиропа 130 литров, то есть это 67 литров воды и 100 кг сахара это получается 3 к 2 соотношение с сахарой воды 3 к 2 3 части сахара, 2 части воды получается по 33 кг сахара там и 67 литров воды получается 129,7 литров должно получаться воды плюс на эту бочку на 130 литров мы добавляем 5 литров экстракта полыни приготовленной следующим способом 900 грамм полыни цветущей 100 грамм полыни в стадии вегетации 2 часа на медленном огне и потом сутки настаивания потом 5 литров эта концентрация примерно получается где-то словно процентов 5 3,5 процента да, да, где-то так 3,5 процента должна быть концентрация это оно так на 130 литров воды 5 литров экстракта полыни оно так примерно 3,5 процента и получается ну еще чуть-чуть буквально осталось вот сейчас меточка у нас видно пробовали сразу на бочке делать отметки думали смотреть но плохо видно потому что кипяток идет большой пар ничего не видать поэтому пока самое оптимальное сделали так отметку на мерке передумывать я уже как бы сейчас понимаю что сделать нужно какой-то сосок здесь маленький, да вывести трубку прозрачную от капельницы, да или от чуток не, чтоб теплоустойчиво какая-то термоустойчиво ну да, ну что-то такое, да типа прозрачно а есть, ну вот эти синие такие, да топливопроводные они же термоустойчивые или нет? не, наверное тоже неустойчивые, да? ну Андрей, да? ну типа ПВХ может какие-нибудь прозрачные я думаю, знаешь что? смысл какой? здесь же температура уже, наверное, небольшая не, ну все равно градусов в общем сейчас будет ну и опять же, нужен вопрос нужно, чтобы сахаром не забивалось, да? сейчас же мы сахар начинаем высыпать сюда ну то есть надо думать над этим думать и пробовать да, можно где-то по центру, кстати вот мы условно знаем, да? сколько в бочке должно быть воды, да? где-то по центру сделать вот здесь чтобы не сахаром не забивалось может у кого-то какие-то предположения есть кто-то уже пробовал, пишите в комментарии всегда рады видеть ваши комментарии особенно и воплощать ваши тоже пожелания в это в жизнь, как говорится комментарии, главное, конструктивные не хайтить а конструктивные комментарии ну что, Дядьмиш? не надо не надо подкидывать пока не надо? не пока сахар засыпайте ну и все, в принципе пар стоит большой бочка натрена то есть все, уровень воды есть Андрей, можешь отключать я начинаю засыпать можно потихоньку включить пускай в эту бочку бежит слышишь, Санна? а, ну да кран просто открывается и наливается этот перекрывается этот открывается а если на душ два закрывается на душ закрывается и на душ идет он там покажи, Андрей подаем горячая вода и в душе у нас в душе уже горячая вода насыпайте, Дядьмиш, сахар сахар тоже, опять же повторюсь пока не определились как это все, что будет ну пока что, ваня пока вылетит так и в душе Субтитры подогнал «Симон» 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 наш сироп сразу меняет цвет. Андрей, вам когда разливать будем, наверное, да? Да, когда будем. Сейчас отмерю, чтобы тут оставалось столько же. Ну вот оно еще, оно и видно, что в принципе на все три бочки у нас условно получается одинаково. Добавим сюда по чуть-чуть. Все, экстракт полыни добавлен наш. Это осталось наше на последний замес. Еще раз контрольное перемешивание вместе с полынью. Линия все-таки наша работает, все нормально. Чуть-чуть усовершенствовать придется и все. Ну и мешалки, как мы и думали. Конечно, надо мешалки, но бочки не целые. Это сейчас бочки целые, просто мы готовим уже один раз там, дозакормить всех, кого мы дозакормили. Ну и Андрей, покажи какой. Подними. Вот моя рука. И вот такой вот темный. Вот такой вот темного, темноватого цвета. С полынью вместе становятся. Горячь, что как положено. Что как и должно быть. Ой, горчущий страх. Страшно. Горячь полыни не перебить никаким сахаром. Даже концентрации 3 на 2. Пчел нету. Погода пасмурная. Работать это нам не мешают. В принципе, и в солнечную погоду их тут немного собиралось. Ну, собирались только к концу, когда мы уже разливали весь сироп, да, Андрей? Да. Когда замешивали, одни сильно сюда не летели. Поэтому... Поэтому вот так вот как-то. Ну, все. Сироп, в принципе, готов. Осталось наразить и раздать пчелосемен. Вот такой тест-драйв. Тест-драйв нашей. Линии по приготовлению сахарного сиропа. Пишите в комментариях, что бы вы хотели добавить. Может, какие-то нюансы. Может, что-то мы упустили. Подсказывайте нам. В принципе, нам все нравится. Доработка будет осуществляться в любом случае. То есть, сильно нас не ругайте. В любом случае, доработка будет осуществляться. То есть, и уровень воды как-то будем определять, чтобы не на глаз еще это не визуально, да. Ну, как бы визуально, но по-другому как-то. Чтобы не ссывать туда мерный этот палку, это перемешивание будет как-то механически осуществляться. Ну, то еще будет уже усовершенствоваться. Главное, что это работает. Это делается очень хорошо, быстро, замечательно. Поэтому смотрите наш канал, смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok